Друзья, здравствуйте! Всем пламенный привет! В очередной раз приветствуем вас с огромным удовольствием. Телерадиоканал «Страна-ФМ» Александра Хайрулина по-прежнему с вами. И у нас замечательная гостья появилась в студии. Сейчас обо всём подробно, но сначала, конечно, представлю. Анастасия Постригай под ваши бурные овации. Друзья, приветствуем. Искусствовед, историк и, между прочим, обладатель очень популярного в России инстаграм-блога по истории искусств. Оп-поп-арт. Правильно, Настя, говорю всё, да? Всё правильно. Оп-поп-арт. Оп-поп-арт. Уже 300 человек, более даже 300 тысяч человек, если это устаревшая информация, попросите меня, пожалуйста, по всему миру подписались на твои курсы, уже прошли их с огромным удовольствием. Ну, давай расскажем скорее людям, что же это вообще такое. То есть это ты предлагаешь людям за три месяца, да, правильно я всё понимаю, узнать об искусстве вообще всё? Ну, вообще, оп-поп-арт – это школа популярного искусства, которая не только с помощью лекций рассказывает об искусстве. Основной наш посыл, да, что через социальные сети можно изучать историю искусства каждый день. И у нас есть Инстаграм очень популярный, и Фейсбук, ВКонтакте, рассылка. Ну, Инстаграм – это, конечно, наша основная площадка. И люди за завтраком читают мои небольшие опусы о художниках, о направлениях, о стилях в искусстве. И каждый день буквально вот по чуть-чуть приближаются к тому, чтобы потом, лет через 10, назвать себя искусствоведом. Даже так можно смело вот… Да. У меня есть уже такие позитивные… Последователи. Последователи, да, последовательницы, потому что у нас всё-таки основная аудитория – это барышни. У меня есть ученица, которая в этом году поступила в МГУ на факультет истории искусства. Расскажи, пожалуйста, каким образом всё происходит? То есть это всё-таки курс такой достаточно долгий, трёхмесячный, или это, возможно, и разовые какие-то истории? То есть если я не могу три месяца гарантировать себе… У нас, ну, во-первых, Инстаграм – это для тех, кто пока не готов учиться, просто готов чуть-чуть погружаться. Есть трёхмесячные онлайн-школы, когда не нужно ни ходить никуда, ни в какие аудитории, тратить время на дорогу. Есть учебный кабинет, куда я прихожу каждую неделю в формате видео, а там есть заботливые кураторы, которые поцелуют, обнимутся. Даже так? Но где вы ещё это можете встретить? Просто я специально сделала такую школу, чтобы было всё так, как я мечтала. И мне кажется, самое важное в процессе изучения искусства – это именно комфортное погружение, чтобы было так хорошо, чтобы информация легко укладывалась в голове. Конечно, обстановка комфортная – это очень важно, я с тобой абсолютно согласна. Настя, artschool.opopart.ru Нет, у нас это одна из онлайн-школ, а так у нас основной сайт – это oppopart.ru. Всё понятно, но ты же тоже здесь, да, в этой школе находишься? Я везде. Ты везде, всё ясно. Да, я как Фигара, и тут, и там. То есть и у тебя тоже есть искусство Древнего Египта, искусство Греции, Древнего Рима? Мы… Или только современное всё-таки? Нет, 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 нет. Современное искусство – это лишь небольшая часть, потому что я всё-таки больше специализируюсь на том, чтобы привить любовь у людей к искусству классическому. Потому что сейчас все разговаривают на тему современного искусства, даже те, кто его совсем не понимает. Это 90% в принципе тех людей, которые об этом искусстве говорят. Я всё-таки хочу, чтобы люди поняли, в чём прелесть Веласкеса, почему у Рубенса такие пышнотелые барышни на картинах, а почему так хороши импрессионисты и все их любят и так далее. Я, начиная от первобытного искусства, заканчиваю вот с современностью. Настя, у тебя в Инстаграм написано так очень скромно, в кавычках, «Искусствовед всей Руси». То есть, ну это же громкое очень звание, это очень серьёзная заявка. Это, мне кажется, больше не заявка, а просто возможность увидеть меня со стороны, что я всё-таки больше ироничный искусствовед. То есть, это ни в коем случае не пафосное заявление. Это очень большой процент самоиронии. Ну, поэтому ты же профессиональный искусствоведник, понимаешь? Конечно, я закончила университет, у меня красный диплом, который я не знаю, каким образом я получила, потому что я не из-за разряда ботанов, я не ботанка никогда не была. Мне всегда всё даётся очень легко, ну, наверное, потому что у меня была какая-то особенная страсть к искусству с детства. С самого раннего. Да, и как-то всё легко даётся. А что послужило такой любви, которая появилась к искусству? Ты родители или всё-таки ты сама лично? Мамочка. Мамочка, как часто это бывает. Да, она... Водила тебя по музеям. Реализовала свою либидо, можно так сказать. Она всегда хотела, чтобы она научилась разбираться в искусстве, но, к сожалению, не было у неё такой возможности. Решила отыграться на мне, и поэтому я ходила с самого раннего детства по музеям, училась в вооруженной палате, и она меня очень поддержала. В Москве, да, 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 да. В Москве, да, это получается всё? Да, да, да. Ну, вот видишь, как здорово, что всё совпало, что тебе это понравилось с самого начала, и не было никакого отторжения. Мы обязательно продолжим общаться с нашей гостьей, друзья, ещё и про блог, и про онлайн-обучение, про искусство. Ну, сначала небольшая у нас музыкальная пауза, очень хорошая, Игорь Крит, Страна ФМ, оставайтесь с нами. Друзья, а если вам нравится, более того, если вы очень любите искусство, вы обязательно тогда должны знать, Анастасию Постригай, вы должны знать про онлайн-школу, онлайн-обучение о поп-арт. Настенька, у нас в студии, продолжаем разговорное. Сколько лет уже вот эти твои супер-идеи существуют? О поп-арту два с половиной года. Это мой второй ребёнок, так я называю О поп-арт, потому что я придумала этот проект, когда была в декрете, когда у меня был информационный вакуум, и я поняла, что по-другому я не могу как-то менять этот мир, только через свой телефон, через Инстаграм. А до этого ты чем занималась? До этого я 8 лет продавала антиквариат. Я была директором антиквариатного салона и занималась тем, что внесла искусство, но не в массы, а очень узкому кругу людей. То есть ты же всё равно, да? Палифортического толка. Вот, даже так. То есть были у тебя какие-то такие, ну, не знаю, лекции, да, мини-большие рассказы? Нет, лекций у меня не было, я сидела в антиквариатном салоне и продавала антиквариат. Да, участвовала в выставках и так далее, но я не занималась образовательной деятельностью. И вот молодая девушка находится в декретном отпуске и думает, 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 чем же себя занять, развлечь, ну и всё-таки как же до масс, до масс донести и приучить левить искусство? Примерно такой, да, формат. Я до этого, буквально за 3 года до родов начала читать лекции, потому что я поняла, что у меня есть к этому талант, начала собирать своих друзей. И я всем советую, если у вас есть какой-то талант, не бойтесь его реализовывать, начинайте с маленьких шагов. Например, служить этим талантом своим друзьям, а потом это выльется обязательно в какой-то большой проект. Один скажет другому и так далее. Я собрала квартирник, когда у меня подруга жила на Арбате, все были очень рады приехать к ней домой. У нас было 15 человек, был фуршет, шампанское и лекция в Рубеле. Всем понравился этот формат, потом мы понимаем, что мы уже не помещаем. Или шампанское было хорошее. Ну это так, просто чтобы люди расслабились, потому что не привыкли, конечно, друзья в таком формате общаться. Конечно, далеко не все, да. А потом мы поняли, что мы не помещаемся уже в квартире, и нам нужен ресторан. Я уже договорилась с владельцем ресторана, со знакомой, чтобы нас пустили на очень выгодных условиях. И, в общем, таким образом начало все это развиваться. Ну и вот постепенно появляется эта онлайн-школа. И стали привлекать учеников каким-то образом, рекламные рассылки, я так понимаю, приглашения. Был просто Инстаграм, и я была одной из первых, кто начал в формате просто и доступно рассказывать об искусстве. Кто может сказать первое? И из-за того, что спрос большой, людям интересно, а других каналов нету, где можно эту информацию получать, не огромными текстами, полмутами книг, а вот большими заметками. Но самое интересное, самое главное в сжатой форме. Как-то Инстаграм начал развиваться. Потом я поняла, что хочу уже к этому относиться более профессионально. Я начала учиться, маркетинг, продвижение и так далее. Пришлось познать много профессий, не только искусствоведа. Да, я поняла, что маркетинг – это моя вторая страсть. То есть искусствовед, маркетолог – это гремучая смесь. В общем-то, друзья, с этой гремучей смесью мы продолжим с огромным удовольствием общаться. Чуть позже прервемся совсем ненадолго. Оставайтесь с нами. Телерадиоканал «Страна ФМ». Друзья, продолжаем общаться с нашей гостью. Анастасия Постригай сегодня у нас в эфире. Поговорили об онлайн-обучении, о поп-арт. А теперь, конечно, я должна просто и вынуждена с огромным удовольствием узнать у Анастасии, что же это за институт благородных девиц. Нашумевшая история или как правильно еще называть? И вы называете… Онлайн-игра. Онлайн-игра и БД. И БД. Сокращенно. И БД, да. И БД – это моя любовь. Это тот проект, который меня вдохновляет так, что я готова о нем рассказывать вечно. Это онлайн-игра для того, чтобы девушки могли прокачать свои мозги. Мозги. Вот в этом отличие. В основном-то все знают… Качают обычно ягодицы, ягодицы, да. А мы прокачиваем именно мозги. Мы прокачиваем дух. И это очень интересный формат. Мы берем одну какую-то тему. Например, прошлые три сезона были посвящены русской культуре начала 20 века. У нас 8 октября стартует уже период оттепели. Мне кажется, это сейчас такое очень популярное направление. Отшумела выставка в Третьяковке, перед этим был сериал. И это действительно очень интересное время. Девочки 6 недель учатся и выполняют домашние задания. Не выполнила… В чем заключаются домашние задания? Прочитать книгу или… Ну, я не могу этого рассказывать, потому что иначе тогда неинтересно. Платень примерчик. Какой ты с того, что уже было? Не могу. Ах, как? Ну, там нужно обязательно выходить из зоны комфорта. Поэтому я говорю, прокачивать не только мозги, но и дух. То есть нужно иногда делать то, что ты никогда не делал, прибороть свой страх, уметь учиться говорить. А ради чего в итоге? Цель-то какая? 100 тысяч рублей. Победительница получает 100 тысяч рублей. Второе и третье место у нас обучение стилю, косметологи и так далее. Но, если честно, призы не мотивируют так сильно, как вот именно это желание реализовать себя по полной программе. Девушки по шесть недель не спят, не едят, подключают всю семью. Мужья тоже становятся благородными девицами, потому что они проходят вместе с своими женами все это. Каждую неделю новая тема. История, искусство, литература, музыка, мода, кино, театр. И в этот раз у нас будут звездные кураторы. Когда начинается эта история? 8 октября. То есть мы заранее так объявляем. Сейчас уже какие-то заявки можно подавать? Да, уже сейчас можно пить участие. У нас те девушки, которые прошли прошлые сезоны, они уже просто ждут на разгоне, да, потому что они знают, что это такое. Кто новенький, готовьтесь. Будут звездные кураторы, да, ты нам говорила. Ты уже можешь назвать фамилии, да? Это уже не секрет. Первый куратор у нас, ну, не совсем звездный, но очень симпатичный, это Михаил Лансман. Он у нас по истории будет девушек вдохновлять. Мужчина все-таки должен был у нас быть. Конечно. Он специализируется на истории. Я буду на неделе по искусству девушек мотивировать, чтобы они ни в коем случае не бросили проект. А потом у нас Ирина Безрукова, которая будет девушек на неделе по театру вдохновлять, ни в коем случае не опускать руки и двигаться дальше. Алиса Гребенщикова. О, какие замечательные. Потому что она специалист в поэзии, и вот как раз именно, когда будет неделя литературы, она будет подбадривать. А потом еще у нас тут Ларсон. Ух ты, здорово. А есть ли какие-то возрастные ограничения? Никаких. Вот с какого возраста, условно, можно? С 18 лет. Все-таки. Да, все-таки. Потому что у нас были такие истории, когда очень юные благородные девицы участвовали, а потом нам писали их мамы. Ну, пожалуйста, ну, можно, моя доченька, все-таки пройдет следующий этап. Ну, то есть мы тут поняли, что мы не можем так работать, но ограничений верхних у нас нет. То есть у нас есть благородные девицы за 70. Ну, а почему бы и нет? Конечно. Друзья, мы продолжим общаться об искусстве, об интересных, замечательных проектах. Анастасия Пострига у нас чудесная, совершенно умница, невероятная. Оставайтесь с нами. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. Продолжаем, друзья, общаться с нашей гостью. Анастасия Пострига поговорила про онлайн-школу «Оппо-арт». Вот поговорили теперь еще и про институт благородных девиц, барышни, как люди называют на месте, да, именно так, девицы. Пожалуйста, вот в октябре стартует очередной, да, сезон, так что узнавайте подробнее в интернете, что это и как. Но даже по разговорам вне эфира с Анастасией я понимаю, что это действительно что-то очень невероятное, оригинальное, уникальное и очень интересное. И полезное, да, для девочек, для женщин. Знаете, мы уже сказали с тобой, что основная у тебя аудитория – это барышни. Но все-таки неужели хотя бы единиц каких-то нет у мужчин, молодых людей? Или только те, которые помогают своим девушкам как раз? По статистике Инстаграма у нас 13% подписчиков мужских. Есть все-таки, да? Ну, они всегда отмалчиваются. Иногда бывают такие читатели, которые иногда не выдерживают от того, что постоянно обращаются, там, «Эй, хорошие девочки!» Они иногда говорят, «Мы тут тоже есть!» Кстати! Спрашивают иногда, когда у нас будет подобная онлайн-игра для мужчин. Но мы все-таки как-то не можем пока понять потребности мужчин, для чего им нужно прокачивать свои мозги и свой дух. Для женщин понятно, основная мотивация… Чтобы больше понять женщин. Нет, мне кажется, для мужчин это не мотивация. Мы когда поймем, для чего мужчинам нужно заниматься своим духовным развитием, для каких целей, тогда мы займемся программой для мужчин. Давай мы попросим всех мужчин, которые слушают, смотрят, или радиоканал «Страна ФМ» пусть зайдут на твою страничку, в Инстаграм и обязательно пишут. Пишите мне, пожалуйста, в директ. Если есть такое желание, если оно есть, то почему? Мне самое главное понять мотивацию. Тогда я могу сделать такой продукт, который будет полностью восполнять потребность. Я не хочу пальцем в небо тыкать, потому что зачем это нужно? Настя, в каких странах твои ученики еще есть? У нас ученики по всему миру. Есть, во-первых, вся Россия, СНГ. У нас есть ученики из Америки, из Канады, из Китая, из Японии. У нас даже в онлайн-школе училась девушка, которая живет на очень маленьком острове в Греции, где есть только один ее ресторан. И все. И больше, в принципе, ничего нет. И она оттуда выходила в интернет, чтобы учиться. И как раз ее домашние задания по искусству времени в Греции были самые лучшие. Самые были. Это невероятно. Очень здорово. Есть еще один большой плюс у подобных школ игр онлайн. Это выпускные. Друзья, да? Настя, ну расскажи, как это проходит. В институте благородных девиц каждый раз в конце выпускной. Повод одеть вечернее платье. Мы встречаемся в центре Москвы, в ресторане. У нас программа. В прошлый раз у нас были балерины. Я рассказывала про Сергея Дягилева, была целая лекция часовая. И когда мне нужно было показать пример, например, балета «Петрушка», выбегали такие трепетные балерины и показывали отрывочек из балета. То есть такой вот интерактив. И, конечно, это было потрясающе. Для нас, для всех мы поняли новый формат. Что лекция, она обычно у меня всегда не скучная. Но когда добавляются еще вот такие вот элементы, можно сделать невероятное. Плюс девушки имеют возможности пообщаться друг с другом, поделиться опытом, ну и пообниматься со мной. Да, конечно. Что для многих за неделю обучения, конечно, становится действительно желанным и желаемым. Увидеться, прикоснуться, вот живьем поговорить. Скажи, пожалуйста, Настя, это же не единственное, да? Твой вот это вот ноу-хау, твой проект. Есть еще и история семейная для родителей и детей. Да, опять же, все исходит из миссии, потому что я считаю, что благодаря искусству можно изменить не целый мир, я не люблю вот таких вот абстрактных громких фраз, а жизнь конкретно каждого человека или семьи. Поэтому я как мама, как молодая мама, развиваю направление именно для родителей. Я учу родителей, как им прививать любовь к искусству детей. Ах, вот, это все-таки больше даже для родителей. И у меня есть несколько курсов, да. Я проводила несколько мероприятий непосредственно для детей, но все-таки у меня больше есть вот именно склонность к тому, чтобы учить родителей. Потому что, ну, пришел ребенок на какую-то однократную встречу, получил небольшую дозу информации или эмоций, а дальше что? Конечно, если родители, это ежедневная какая-то, да, потихонечку, позернышку, позернышку. А так как я сама мама, я все это экспериментирую, все тестирую на своем сыне. Михаил Юрьевич. Да, Михаил Юрьевич. Чуть более трех лет. Да, три с половиной, три и восемь. Три и восемь. Ну и что уже, Михаил Юрьевич, разбирается в искусстве? Нет. Ну и хоть что-то же, наверное, знает. У него есть интерес, и это самое важное. Этот интерес заложился еще с пеленок, можно так сказать. Да у него не было другого выхода. Да у него не было варианта. Хотя нет, был, был выход еще один, но вот о нем мы поговорим, друзья, после того, как послушаем, посмотрим. Валерия, оставайтесь с нами, страна эфира. Ну, конечно, друзья, зовем вас за собой, а точнее за Анастасией Постерегай. Зовем, приглашаем к обучению искусства в онлайн-школу ОПОП-АРТ, в Институт благородных девиц. В общем, выбирайте, пожалуйста, сами, каким образом вы хотите познавать искусство. Главное, уже понятно, что, ну, это нужно, да, не все же рэп-баттлами увлекаться, Настенька, пришли. Рэп-баттлами. Ну, я тебе расскажу потом, после эфира. Я в своей теме, видимо, валюсь. А ну, может, к лучшему. Не в трендах. Забудь, пожалуйста, да, все, что ты услышала сейчас. Я, конечно, не могу не поговорить с тобой о твоем замечательном супруге, друзья. Анастасия Постерегай, супруга Юрия Постерегай. Это олимпийский чемпион, чемпион мира и, в общем, чемпион чемпионов. Да, 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 всех-всех-всех по гребле. Гребль-байдарчник. Да, байдарки, да. Гребец-байдарчник. Как поживает Юрий? Я знаю, что сейчас он далеко и с миссией. Он сейчас в Чехии, да, готовится к старту, самому важному старту в этом сезоне, к чемпионату мира. Вот так. Так что смотрим, ищем, где будут трансляции. Для выходных, да. Да, в интернете. Смотрим, конечно, искренне переживаем и желаем прям удачи, 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 удачи. Так вот, мы говорили, знаете, через тобой о вашем сыночке Миша, у которого все-таки есть выбор, есть в жизни. Либо это спорт, либо искусство. И он сейчас начинает выбирать спорт. Вот, все-таки папа. Побеждает. Ну, я стараюсь ребенка ни в коем случае не насиловать. Не давить на него. Да, не давить, да. Я стараюсь смотреть, что ему нравится, и подбирать для него варианты развития, обучения, такие, чтобы у него горели глаза. Сейчас для него плавание – это его смысл жизни. Он уже занимается, да, очень серьезно? К тренировке. Ну, как может заниматься серьезно в 3,8? Ну, насколько можно. Ну, как он ходит на тренировки, вот с рюкзаком, вот собирается, да, с этими своими очками, да. Потом спрашивает меня, мама, ты видела? Как тебе понравилось? То есть его это очень сильно вдохновляет, не так, как искусство. Я надеюсь, что потом в будущем мы наверстаем все. Да, ну, конечно, все равно, в любом случае, он же живет в этом. Конечно. Он живет и в спорте, и в искусстве, потому что так сложилась жизнь, такие прекрасные родители. И жизнь, она все расставит потом на свои места. Найд, давай мы с тобой, может быть, еще что-то расскажем нашим зрителям и слушателям, что-то очень важное, что тебе хочется донести, рассказать о планах. Значит, в Институт Благородных Девиц в октябре можно поступить, а онлайн обучение искусству, ОПОП-Арт, там курсы, когда начинают, стартуют? Каждый месяц у нас на выбор можно, вот, например, в этом месяце сейчас идет набор на русский курс, а в сентябре будет набор на базовый курс, это европейское искусство. А есть еще годовые у вас курсы. А это для тех, кто прошел огонь и воду, и медные трубы. То есть все прошел у нас... Все по институту позабочил. И не может уже остановиться и хочет с нами провести еще один год. Там очень интересные темы, например, в сентябре у нас арт-бизнес, в августе у нас сады и парки, это тоже вид искусства, композиция в искусстве, то есть это уже идет, мы идем в глубину. А так вот для тех, кто только начинает, у нас есть даже курсы, как научиться разбираться в искусстве, он стоит вообще 149 рублей. Просто я это делаю для того, чтобы... Только начните. Прошу вас, только начните. Знаете, что, друзья, очень радует, что вот Анастасия, понятно, есть образование, и уже есть эти интересные проекты, но она продолжает, продолжает сама развиваться, познавать новое. Расскажи, откуда ты вернулась сегодня. Я только что вернулась из Венеции, я ездила посмотреть на современное искусство в рамках венецианского биеннале, ну и, конечно, не только современное искусство, потому что Венеция — это просто колыбель культуры и искусства. Мы чередовали с подругами. Было немножко современного, немножко барокко, немножко современного, немножко ренессанса. Настенька, ну скажи, вот уже как специалист, искусствовед, очень серьезно, все-таки современное искусство, куда оно идет, как тебе кажется? Куда мы движемся? В нашей стране пока не идет в сторону позитива, но, судя по павильонам других стран, например, мне безумно понравился павильон Венгрии в садах в биеннале, очень-очень благостное впечатление. А у нас, к сожалению, все очень депрессивно и мрачно. Но я хочу отметить павильон Пушкинского музея, который не на основной площадке, не в садах располагается, а в самой Венеции. Малина Лошак сделала потрясающую экспозицию, настолько вдохновляющую, что я вышла оттуда зареванная, настолько вдохновленная. И уже видать, что можно еще чем-то употронять? Так меня тронула одна видеоинсталляция, что у меня появилась мечта, чтобы у меня был дом, в котором будет отдельная комната специально для этой инсталляции, которую я обязательно когда-нибудь куплю. То есть вот настолько меня это тронуло, что я человек, который всегда занимался антиковариатом и была рядом с коллекционированием старого искусства и немножко презрительно относилась к инсталляциям, зачем ее покупать. Можно в интернете посмотреть. То есть здесь у меня появилась вот эта страсть коллекционера, что я хочу ее, эту запись себе домой. Появилась большая мечта. Настя, спасибо тебе большое за ту страсть, с которой ты пытаешься донести до людей, до огромного количества людей, до тысячи и тысячи по всему миру. Любовь к искусству прививаешь, рассказываешь красиво и невероятно интеллигентно, разнообразно. Спасибо. Опа, пар, друзья, запоминайте. Институт благородных девиц. Я думаю, что еще Анастасия Постригай подарит нам массу интересных проектов. Не раз еще удивит. Искренне желаем Юрию огромнейший привет, успехов, удачи и вашей чудесной семье. Миша, скоро будет у вас еще пополнее. Пусть все будет отлично. И всегда рады. Настя, приходи. Хорошо, спасибо большое за приглашение. Спасибо большое. Спасибо, Анастасия Постригай, Страна ФМ. Друзья, всем спасибо. Эфир, конечно, продолжается. В следующем части с вами будет тоже общение. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok